Доброе время суток, многоуважаемые телезрители! В эфире ваша любимая передача «День студента», который выдавляет вас о том, что происходило, происходит и будет происходить в стенах нашего любимого вуза. И я ее ведущий, студент Чувашского госуниверситета Роман Куракин. Без каких-либо прелюдий хотелось бы сразу представить наших многоуважаемых гостей. Это Кадыбайкин Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, командир студенческого поискового отряда «Георгиевская лента», прошу прощения. И Виктор Сорокин, студент историко-географического факультета, участник поискового отряда «Георгиевская лента». Добрый вечер! Добрый вечер! Виктор, знаешь, у меня сразу сходу хочется задать тебе вопрос. Почему именно историко-географический факультет? Ну, с детства интересовался историей, смотрел передачи по телевизору про археологов, и мне казалось это очень интересным, прикоснуться к истории своими руками. Видел, как археологи возвращают страницы истории, которые были утеряны, и с детства, получается, решил, что буду заниматься историей и археологией. Ну, для себя ты видел эту как будущую профессию, я правильно понимаю? Да. Археолог. Хорошо, понятно. Сергей Николаевич, а не могли бы вы поведать нашим телезрителям о тонкостях вашего труда, как руководителя? Как руководителя поискового отряда? Да, да, все верно. Тонкостей, наверное, больших каких-то нет, но есть свои особенности. Конечно, это прежде всего нужно этим гореть. Нужно понимать важность для нынешних и будущих поколений, значимость сохранения прошлого, прежде всего, в Великой Отечественной войне. Ну, а тонкости? Ну, тонкости трудно назвать, потому что лопата, она не тонкая, кирка не тонкая, лопата, кирка. Ну, и, конечно же, знания, которые необходимы заранее, уже и в процессе тоже поездки, и поискового мероприятия накопить, использовать знания о Великой Отечественной войне. А вот, если не секрет, как долго вы являетесь руководителем этого поискового движения? Ну, относительно недавно, поисковое движение это не считается большим сроком, скажем так, с 2013 года, как был восстановлен поисковый отряд в нашем университете. А вот на вашей памяти есть люди, которые достаточно давно занимаются этим? Да, конечно. Ну, прежде всего, здесь хочется назвать Евгения Георгиевича Шумилова, руководителя регионального отделения поискового движения России, который занимается этим многие-многие-многие годы, и является опытнейшим поисковиком в рамках России, не только Чувашии. Сергей Николаевич, а вот что вас подвигло заниматься, и, может быть, какие-то были свои особенности в этом движении, что вы все-таки решили заняться этим? Ну, прежде всего, я историк, поэтому подобная деятельность всегда интересовала. Во-вторых, меня всегда интересовала история Великой Отечественной войны. Действительно, с детства такое уж воспитание, видимо, получил. И когда возникла такая возможность восстановления поискового движения, поискового отряда, я сразу же согласился с этим. И, кстати, наше движение было поддержано сразу и руководством факультета историко-географического и руководством университета. Поэтому, наверное, это естественное такое движение было, процесс естественный. Виктор, знаешь, у нас поступила информация, что ты являешься председателем отряда «Георгиевская лента». Что тебя подтолкнуло заняться подобного рода деятельностью? Ну, еще в школе, получается, был поисковиком с 2015 года. Был создан у нас отряд в школе. Там было два года заместителем командира. И уже, когда я перешел в университет, тоже сразу же вступил в отряд. Съездил на вахту. И уже после первой вахты мне заместитель командира прошу передал свою должность и сказал, что ты будешь продолжать мою деятельность. То есть, секундочку, ты сейчас обучаешься на втором курсе. И с первого курса у тебя появилось вот это желание продолжать это уже все на университетском уровне. Да. Что тебя все-таки сподвигло заняться этим? Ну, когда я первый раз выехал на экспедицию, я до конца сначала не осознавал, насколько это важное дело. Меня просто интересовало то, что это как бы археология по Великой Отечественной войне. Но когда я оказался на первой экспедиции, я узнал, что множество солдат, пропавших без вести, они до сих пор лежат на полях и как бы ждут своего череда. И почувствовал какую-то такую вот историческую несправедливость по отношению к ним. Потому что они отдали свою жизнь за нашу Родину. И о них, получается, ну, скажем так, забыли. И вот, когда занимаешься поиском, ты видишь, как они героически погибли, допустим, какой они подвиг сделали перед смертью. И вот, когда проходит массовое захоронение, тяжело на душе, но все равно чувствуешь, что понемногу отдаешь долг именно воинам, которые погибли на боях. Вот ты сейчас затронул тему экспедиций. А на каких экспедициях ты уже успел побывать? Ну, я был на семи экспедициях, как школьник был в пяти экспедициях и как студент уже в двух экспедициях, то есть в 19-м году весной и летом. А можешь вспомнить самый интересный момент из, так скажем, называемых вахт? Ну, думаю, самый такие вот интересный момент, это когда ты занимаешься самим поиском, то есть ты узнаешь о жизни, о быте солдат, как им приходилось выживать, то есть какой был у них быт, чем они занимались. То есть там находишь какую-нибудь губную гармошку, то есть знаешь, что они тоже пели там песни, там как-то отвлекались от войны. Допустим, шахматы, шашки тоже играли. Это, скажем так, достаточно интересно. Много фактов узнаешь, которых, скажем так, не было в программе истории в школах. А самый необычный предмет, может быть, у тебя остался в памяти? Ну, вот за год до меня отряд, получается, нашел мундштук, и мне рассказали, что он был сделан из солдатского медальона. То есть солдатский медальон, это, скажем так, медальон, который помогает установить имя бойца. Там два вкладыша, и он нужен, допустим, когда боец погиб, чтобы можно было опознать его и внести в списки. И вот солдат, вместо того, чтобы заполнить медальон, сделал из него мундштук. То есть вместо того, чтобы, допустим, его как-нибудь идентифицировать, его судьба останется неизвестной. Сергей Николаевич, все-таки вы как более опытный, так скажем, профессионал в этом деле, а может быть, вы вспомните вашу самую запоминающуюся экспедицию? Ну, самые запоминающиеся, конечно, связаны, прежде всего, с теми событиями, когда действительно нащупал, как говорят, останки бойца. Это всегда волнительно, это всегда, ну, это то, что, то, зачем мы едем, то, чем занимаемся, это главная цель. И вот в прошлом году впервые мы нашли бойца, подняли бойца, обнаружили бойца, останки бойца, конечно, с медальоном. Вот это, конечно, было самое такое необычное. Но вообще, конечно, как Виктор правильно сказал, каждый раз можно видеть, как погиб боец, что он успел сделать, возможно, возможно, конечно, что не успел. Вот, поэтому любая экспедиция, конечно, она чем-то запоминается. Но главное, конечно, еще раз повторюсь, это вот найти медальон. Медальон, все-таки тот самый ключевой предмет, за которым вы так упорно охотитесь, если можно выразить. Ну, охотитесь, наверное, не совсем подходит все-таки. Если уж этот термин применять, охотимся, прежде всего, конечно, останки. А уж если будет медальон, это, как говорится, замечательно. А вообще останки, чтобы они, наконец-то, упокоились, чтобы, наконец-то, герой нашел свое достойное место, чаще всего, конечно, в братской могиле теперь уже. Вот это главная цель. Поэтому это главное. Ну, а сопутствующие какие-то артефакты военные, конечно, это тоже очень интересно. Виктор правильно сказал, наиболее интересны, наверное, те, которые связаны с бытом солдата. Самодельный помазок для бритья, светильник самодельный. И многие другие такие вот мелкие, казалось бы, вещи, которые показывают, что солдаты воевали, конечно, но и жили, в том числе, пытались выжить. Вот это самое интересное, наверное, еще. А на вашей памяти были какие-то казусные моменты во время экспедиции? Ну, совсем казусные, совсем нежелательные моменты, потому что все-таки дело имеем с оружием, с боеприпасами, поэтому такого, конечно, нет. Нет, ну, самое интересное, наверное, необычное, это когда на вахте под Севастополем последний день посвятили экскурсии и поймали кабаненка. Да, вот кабаненок там бегал. Мы его поймали, оказалось, от мам отбился, передали в надежные руки. Ну, это было интересно, необычно, конечно. Вот такие вот, бывают такие вещи. А вы знаете, у меня теперь уже такой вопрос назрел. Вы так это интересно рассказали про так называемую обычную деятельность этого движения. А могу ли я после эфира примкнуть к этому движению? Да, конечно. Любой, любой человек, тем более молодой человек, у которого есть силы, желания, конечно, может примкнуть, не только примкнуть, а участвовать в этом движении. Конечно. А у нас в Чувашии несколько отрядов, студенческих в том числе, ну, ЧГУ, ЧГПУ, основные отряды. Любой может прийти, ну, и, конечно, не сразу всех берем. Естественно, надо убедиться в том, что человек не просто так развлекаться едет, тем более, что приходится иметь дело и с боеприпасами. Нужен человек надежный, человек, который не будет там глупости совершать. Но, в принципе, любой человек, еще раз повторюсь, молодой студент, может. Я в этом эфире обращаюсь к студентам ЧГУ, Чувашского госуниверситета, преподавателем которого я являюсь, чтобы приходили, чтобы изинтересовались, увлекались. Ну, а мы, со своей стороны, поисковики, конечно же, удовлетворим ваши стремления. Может быть, не сразу, но обязательно. И вот у меня, знаете, такой вопрос назрел сейчас. А вот в большей степени участников этого движения с факультета историко-географического факультета или же все-таки с разных факультетов принимают участие? С разных, но больше, конечно, с историко-географического. Ну, наверное, все-таки студенты ближе к истории, понимают немножко больше. Но желающие есть с разных факультетов. Другое дело, конечно, что не всегда студент, конечно, может совместить и учебу, и такую деятельность, ну, скажем так, на 100%. Поэтому по-разному может быть. Вот у медиков сложно, там у них программы очень сложные. Насыщенные. Да, насыщенные. Им, конечно, тяжеловато, но желающих очень много всегда. Но мы стараемся принять их. Да, а вот вы как-то агитируете, проводите собрания, лекции, может быть, рассказываете? На лекции я всегда об этом, если бывает время, стараюсь говорить об этом. Поэтому студенты, большинство, по крайней мере, студентов знают об этом. Они могут узнать об этом из газеты «Ульяновец», и на сайте нашего факультета университета периодически эта информация проходит. Поэтому секрета в этом нет. Вот, хочется опять-таки вернуться к экспедициям. А в каких конкретно городах они проходили? Ну, не в городах, точнее. В городах все-таки копать нельзя. Да. Да. А вот в районах, да. С 2013 года относительно недавно мы на эти экспедиции выезжаем. Уже два раза в год у нас получается выезжать. Ну, и география очень такая обширная за такой небольшой период. Это и Севастополь, и самый северо-запад Мурманской области, на другом конце нашей страны. И Калужская область, Смоленская. В Тверскую несколько раз выезжали. Вот эти основные области, где мы работаем. Работали. Ну, а в планах, конечно, самые большие планы у нас. Дорогие телезрители, я все-таки хочу напомнить, что у нас есть и фотоматериал, видеоматериал, я так понимаю, появится в скором времени, да, и над этим ведется кладотворная работа. Ну, а пока можете посмотреть фотографии, а мы продолжим нашу беседу. А вот в целом, по республике, много ли желающих окунуться в эти экспедиции? Ну, сказать, конечно, трудно, насколько много, но я почему-то, я так думаю, что достаточно много. Другое дело, что не у всех, может быть, и получается, не все, может быть, представляют это, как это оно. Ну, у нас официально насчитывается 42 поисковых отряда. Не все, конечно, выезжают, не все выезжают, но поисковой деятельностью можно заниматься и не выезжая. Архивы, воспоминания родственников героев войны, самих, к сожалению, мало оставшихся героев войны, какие-то домашние архивы, фотографии. И все это тоже относится к поисковому движению, и, несомненно, интерес тоже представляет. И польза от этого тоже очень даже большая. Поэтому, прошу прощения, каждый, каждый, я каждого вообще-то призываю, каждого, кто не безразличен к истории наших предков, своих героев, заняться вот своим, небольшим, может, индивидуальным, маленьким, но поиском, чтобы восстановить, чтобы знали наши герои. Вот, опять же, все-таки экспедиция, как я ее вижу и представляю? В общем, большая группа людей приезжает на место, разбивает там палатки, ночует, общую еду ест. Я правильно вырисовываю картину? Примерно так, да. Приезжаем, ставим палатки, собираем дрова, разводим костер. Костер, конечно, тоже надо разводить аккуратно, чтобы на боеприпасах костер нельзя разводить, а они могут встречаться под ногами, буквально под ногами, да. Да, вот. Еду готовят дежурные, поэтому я всегда беру обязательно девушек, потому что парни почему-то нас готовить как-то не умеют, может, на костре не умеют, но вообще-то не умеют. Вы на лекции это обязательно скажите. Обязательно, да, поэтому... Ну и, кстати, и девушки, которые с нами выезжают, они не только для того, чтобы готовить, а очень хорошо работают, а некоторые, ну, скажем так, и лучше некоторых парней могут работать. Ого! Да, вот. Поэтому, да, по возможности, конечно, делаем, и вот в этом... В прошлом году уже получается, с помощью местных поисковых и душ у нас был сделан, то есть стараемся условия лагеря максимально комфортными сделать. А вот вам, как руководителю, кажется, что для многих тяжеловато все-таки участвовать в этом движении, то есть кто-то, может быть, работает больше остальных, и он устает, и, может быть, у него теряется впечатление уже об этом движении, об экспедиции конкретно. Ну, возможно, такие есть. Не все, возможно, сразу оценивают свои силы. Действительно, наверное, не всем будет легко, да и не всем, наверное, нужно копать тяжелый грунт под тем же Севастополем, вот, потеть, работать, кому-то не очень удобно в палатке ночевать. Наверное, всем это и не нужно. Но в любом случае это есть возможность для молодого человека, для девушки, испытать себя, попробовать что-то новое. Ну, а если понравится, это, кроме пользы поисковым движениям, это большое, это море впечатлений, которое затягивает и которое потом не отпускает. Не поверите, я только хотел спросить о ваших эмоциях, потому что вы уже в этом движении, так скажем, плаваете очень долго, и из экспедиции к экспедиции меняются ли эмоции, меняются ли впечатления о поездке? Да, конечно. Конечно, каждая экспедиция несет особый оттенок, другой оттенок, потому что это и другие студенты, и другие меняются, конечно, студенты. Это и новые встречи, это и новые находки, вплоть до того, что другая погода, другие впечатления. Конечно, каждая поездка, она чем-то интересна, чем-то необычна. Виктор, вот у тебя за семь экспедиций, как ты уже сказал ранее, какие эмоции, впечатления ты все-таки испытывал? Ну, в первую очередь, наверное, то, что каждый раз убеждаюсь, что занимаюсь полезным делом, важным делом, ну и не только для погибших без вести солдат, но и для, скажем так, живущих. То есть после экспедиции мы проводим различные уроки памяти, как в университетах, так и в школах. На всех, скажем так, крупных студенческих мероприятиях наш музей тоже открыт. К нам постоянно школьники приходят, записываются, то есть и все положительно отзываются, тоже хотят участвовать в поездке. Школьники направляются в школьные студенческие отряды, где-то открываются новые отряды. То есть тем это, скажем так, ну, большинству слушателей очень интересно, как бы понимая, что не зря занимаешься этим делом. А вот перед экспедицией ощущается ли объем работы, которую предстоит выполнить за несколько дней? Да, вполне ощущается, потому что в первую очередь нужно подготовить весь инвентарь, который надо вывести. То есть самому в первую очередь подготовиться, все вещи собрать, проверить, вся ли форма у тебя есть на всю погоду. Ну и, конечно, там предметы первой помощи нужны. Опять же, привести в хорошее состояние университетское оборудование, то есть нашего отряда, там все палатки проверить, нет ли в них дырок, подшить. Все оборудование там должно быть чистое, рабочее. То есть пару, скажем так, собраний даже специально проводим, чтобы все оборудование привести в порядок, чтобы максимально хорошо подготовиться к экспедиции. А, Сергей Николаевич, а у вас такая важная роль, нужно собрать в одну большую команду этих ребят и все-таки дать некое техническое задание, которое им предстоит. Вот тяжело ли вот так их собрать? Ну, если есть стремление студента этим заниматься, то это не так тяжело, скорее тяжело время найти, чтобы вот собрать всех сразу. Но стремление студентов, если есть, то это несложно относительно. Просто нужно, ну, относительно четко и корректно распределить роли. И студенты работают, потому что понимают, что без предварительной работы невозможно эффективно в поисковом уже отряде, в поисковой экспедиции выполнить необходимый объем вот этих самых работ. Виктор, а доводилось ли тебе принимать участие в исторических реконструкциях? Да, один раз участвовал у нас в 2018 году, проходил Волжский рубеж, то есть это смена по обучению поисковиков. Она была у нас за Волгой в лагере Волна. Там как раз вот были формирования вот запасных дивизий, они там приходили обучение. И вот на этом месте мы проводили раскопки, где нашли очень много личных вещей бойцов, оставшиеся с момента обучения. Допустим, хвостовиков от снарядов, то есть там проводили учебную стрельбу. И вот после того, как мы отработали свой план, то есть закончили обучение, была проведена реконструкция на месте вот этих позиций. Скажем так, достаточно массовые и, скажем, может быть, самая крупная в нашей Чувашии реконструкция по Великой Отечественной войне. Даже, скажем так, самолет летал, очень много гостей приехало из соседних республик. Достаточно массовая была реконструкция и мне очень понравилось. То есть сами участники, кто был постарше, они переоделись в форму советских солдат, им выдали винтовки охлощенные. И, получается, пару дней мы, скажем так, вникали в образ жизни солдат. Там зарядки были, тренировки, тренировочные бои. И все это, скажем так, очень интересно, позволило лучше узнать, как приходилось солдатам на войне. Все-таки это студенческое, так скажем, движение. Есть ли какие-то традиции? Ну, может быть, там, песню спеть после каких-то раскопок нет такого? Есть посвящение. Посвящение только есть? Да, посвящение. Когда, получается, студент или школьник там в первый раз приезжает на экспедицию, для него придумываются специальные квесты там, которые нужно преодолеть. И после этого происходит... Он уже может участвовать в этом движении. Друзья, все-таки очень хочется обратиться к вам как к друзьям. Правда, не хватает эфирного времени. Куча вопросов еще осталось, которые хотели бы узнать наши телезрители. Я благодарю вас за такое информативное интервью. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы не прощаемся, а говорим до встречи в следующий вторник. С вами был Чувашский госуниверситет.